Масштабные проекты обрастают деталями. Жители промышленного района Самары включились в публичные дискуссии проектов благоустройства общественных пространств. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды планируется отремонтировать 9 объектов, среди которых и парк Молодежный, а также Воронежские озера. Какими видят люди знаковые места, выяснил Владислав Жернов. Место знаковое, но пока неприглядное. Парк Молодежный требует срочной реконструкции. Активисты промышленного района уже подготовили дизайн-проект. Он предусматривает высадку новых деревьев, устройство велосипедных дорожек и благоустройство пешеходных зон. Во время обсуждения жители промышленного района решили внести корректировку – построить теннисный корт. Мы планируем там комплексное благоустройство. Будет корт, планируем залить резиновое покрытие, которое можно будет заливать, и под каток в зимний период, и в летний использовать как футбольное поле. Эта идея нашла поддержку. Кроме Молодежного парка необходимо привести в порядок территорию Воронежских озер, детского сквера на улице Победы, сквера на Димитрово и Ташкентской, бульвара на Старозагорье и Воронежской. Всего 9 проектов благоустройства. И каждый во время дискуссии дополнялся новыми деталями. Все обращения, все жалобы, которые к нам поступают с различных инстанций, мы их аккумулируем и фиксируем. Все территории, которые, включая внутригородские территории, дворовые территории, общественное пространство, у нас зафиксированы эти моменты, где необходимо провести благоустройство. По мнению жителей самого большого и молодого района Самары, в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нужно отремонтировать 17 территорий. Сейчас идут огромные обсуждения общественных пространств, дворовых территорий во всех районах города. К огромному своему сожалению не могу побывать на всех площадках обсуждения. Мне действительно очень важно видеть, как люди воспринимают эту программу, как они обсуждают, какие темы их волнуют. Волнует чаще самый главный вопрос – комфортная жизнь в своем дворе и городе. Поэтому 18 марта состоится прямое рейтинговое голосование. Жителям областного центра предстоит самим выбрать те объекты, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Владислав Жирнов, Сергей Костин, Новости губерния.